Один выстрел из пневматического ружья, метающего шприца, и бездомный пёс бросается на утёк. В зависимости от массы тела животное бежит минуту, а то и две. Затем препарат обездвиживает собаку, и она засыпает. Это не сцена вечерней охоты докхантеров, так работают читинские врачи-ветеринары. Вернее, вынуждены так работать. Ещё летом, после трагического случая с гибелью мальчика от стаи собак, правительство края обязало медиков заниматься совсем не медицинским делом. Отлавливать и утилизировать собак. Вецслужбе при этом говорят, что Забайкалья единственный регион страны, где докторам приходится переодеваться из белых халатов в камуфляжные костюмы. И идти не спасать, а фактически убивать. Хотя сами доктора, конечно, предпочитают другое слово – проводить эвтаназию. У нас имеется два пневматических ружья, которые стреляют летающими дротиками. То есть это шприцы, в которые введено анестезирующее вещество. На сегодняшний день в России у нас самым гуманным методом эвтаназии считается увеличение того препарата, дозы того препарата, который мы применяем для усыпления. Вторая доза, которая смертельна для животного, она вводится ему в момент, когда животное находится в глубоком наркотическом сне. То есть она не чувствует ни страха, ни боли. В городской ветлечебнице рассказывают, новая полномочия, которую многие годы исполняла ДМРСУ Читы, упала как снег на голову. Двое врачей, узнав о дополнительных обязанностях, сразу уволились. Остальные пытаются привыкнуть и смириться. За отлов собак им недоплачивают, так что охотиться на бездомных псов приходится в рабочее время. Прямо на глазах у возмущенной публики. Зрелище не для слабонервных, да и самим медикам. Такое занятие не по душе. Это, конечно, жалко, не по душе, но что сделаешь? Мы, получается, ограждаем людей от злобных собак. Так, получается, вдруг где-то что-то детей или что-то укусят. Но это, извините, тоже нам это не приносит как бы хорошего настроения. Утешают себя одним. Дело неблагодарное, но кто-то должен этим заниматься. Только за три с лишним месяца в ветслужбу поступило свыше двух тысяч заявок от четинцев, которые жалуются на бродячих собак. За это время медики усыпили 350 агрессивных животных. Больше всего таких обитало в районе школы номер 17 Большого острова на Черновских, вблизи улиц Магистральная и Ползунова. За лето численность бродячих животных за счет таких зачисток заметно снизилась. А вот в ближайшие недели ветеринары ожидают очередной скачок. Из дачных кооперативов брошенные собаки потянутся в город. Дальнейшая судьба животных после эвтаназии хорошо известна. Их тела отвозят на территорию скотомогильника. На вопрос о том, возможен ли другой сценарий, ветеринары отвечают, в нынешних условиях нет. Несмотря на регулярные акции протеста зоозащитников, в регионе до сих пор нет ни одного государственного приюта для содержания собак. Его строительство обошлось до краевого бюджета в несколько десятков миллионов рублей. Мария Машанова, Евгений Погорелый, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ.